всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine но собственно как я вам и обещал наши ролики space engine с канала никуда не пропадут эти ролики будут идти в соответствии с тем с чего начинался наш канал да а именно со space engine космос никуда не убежит куда ему бежать наоборот вселенная расширяется так что границы новые границы нам только еще начинают открываться собственно сегодня мы будем находиться с вами неподалеку от галактики андромеда у нас на канале уже есть некоторые ролики где в самой галактике на краю галактики андромеда мы находили какие-то жизнеподобные планеты короче я уже открыл браузер звезд собственно настроил некий список фильтров и здесь уже отобразилась некоторое количество планет спутников различных где возможно есть какая-то жизнь короче не знаю пробежимся посмотрим да я уверен и многие уверены что мы не одни в нашей вселенной я в это верю ну что же давайте короче мы сделали большой шаг хватит болтать надо что-то искать уже находить короче давайте посмотрим начнем с самой первой системы так радиус потока я оставил 326 световых лет начнем с 1 наверное систему я зачитывать не буду а буду искать жизнь именно где есть какие-то луны планеты нас интересует данном случае планеты так жизнь на лунах нас не очень будет интересовать хотя насколько мы с вами сталкивались на некоторых лунах жизнь даже была намного лучше и правдоподобнее чем на планетах планета b5 жалко что нельзя как-то сразу посмотреть что именно там есть так планета b5 здесь две звезды я бы хотел поискать какой-нибудь подобной нашей солнечной системе смотрите одна звезда а что по классу f79 луна луны 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 ладно планета b7 планета b6 и луна b7.3 здесь опять луны луны планеты b3 и b4 вот эта вот система интересная так ну давайте наверно перелетим к ней перелетим к ней я так понимаю мы уже сразу возле планеты интересно интересно будет на это посмотреть что это за планета с жизнью но насколько я могу уже видеть вроде бы даже есть вроде бы даже есть смотрите какая огромная просто огромная широчайшая река да это широчайшая огромная река на она не впадает в какой-то океан было бы здорово его здесь увидеть либо океан либо морем она просто идет через я бы даже сказал через весь экватор планеты до через всю планету блин невероятно здорово так ну давайте посмотрим наверное что здесь вообще так браузер браузер откроем браузер системы я так подозреваю это именно эта планета хотя я могу ошибаться нет вроде бы я перелетел именно на нее у меня не открывается почему-то подробности всей системы так звезда б звезда а это у нас спектр g7 48 в это желтый карлик подобные нашему солнцу есть оранжевый карлик вот именно здесь у нас находится вот эта жизнеподобная планета б3 но смотрите вроде бы по картинке есть планета b5 странно по картинке судя она даже больше выглядит и похоже на нашу планету земля здесь есть жизнь и кстати вот еще газовый гигант газовый гигант тоже жизнью но скорее всего там какие-нибудь знаете бактерии не знаю которые летают в атмосфере ам что-то в этом роде дам и так ладно давайте посмотрим прохладная пустынная террас жизнью диаметр 13 тысяч километров масса полторы полторы массы земной солнечные сутки бесконечные да я уже заметил что огромное притяжение к звезде мы достаточно близко находимся к родительской звезде на одной стороне планеты всегда день на другой ночь великолепно мне это нравится мне это нравится так что еще по этой планете есть средняя температура минус 29 градусов по цельсию атмосферное давление ну почти сравнимо с землей тяготение 1.345 g но немножко немножко тяжелее мы бы весили на это планете свои 60 килограмм среднего ты бы весил здесь килограмм ну примерно 80 ладно я сейчас буду очень удивлен знаете чему если если это а река оказался окажется либо просто высохшим каким-то каньоном либо здесь будет замерзшая вода до лед просто лед невероятно удивительно так но мы в принципе спустились на данную планету огромный каньон так я пожалуй вот это закрою мне не нравится то что мне не пишутся параметры планеты информация может быть я что-то где-то не то нажал я уже давно так не был space engine ну ладно хорошо давайте встанем наверно на край вот этого каньона примерно вот сюда вот так опустимся на поверхность этот каньон знаете мне что напоминает мне напоминает это планету марс долина маринер собственно с одной стороны мы видим огромный вон там газовый гигант со множеством спутников прямо на дневном небе посмотрите как это смотрится возможно конечно вам сейчас отчасти не видно я могу вот так приблизить так окей и с другой стороны у нас есть еще один газовый гигант давайте приблизим на дневном небе это все на дневном небе то есть если бы это творилось бы такое чудо творилось на планете земля то мы бы видели бы эти газовые гиганты примерно знаете как как у муда даже я бы сказал раза в три больше представляете на дневном небе видеть газовые гиганты со множеством спутников это невероятно вот такая планета да классно так я хочу еще раз посмотреть по браузеру что у нас здесь за жизнь прохладная пустыра пустынная терра с жизнью сожалению у меня почему-то не отобразилось что именно здесь есть но я думаю что здесь не то что какие то есть бактерии здесь по-любому есть какая-нибудь наземная наземная сухопутная можно я так выражусь сухопутная жизнь но по-любому она здесь есть но наверное для финал очки для финал очки я думаю что долго я рассматривать эту планету не буду мы обязательно начнем свое путешествие и старт с этой планеты по галактике андромеда и будем искать новые жизнеподобные планеты я хочу посмотреть смену дня и ночи но вот в чем фишка да сейчас я уже понял и вспомнил что у нас огромное притяжение к родительской звезде здесь мы ничего не сможем увидеть поэтому поэтому мы сейчас делаем так мы перемещаемся на ночную сторону планеты здесь кстати нет никаких либо облаков я почему-то до их не увидел так на ночную сторону планеты а вот есть облака посмотрите и мне кажется по цвету это это хлор это хлор не нет стойте да это мне кажется хлор хотя я могу ошибаться короче ладно ничего страшного особо нету короче перемещаемся вот сюда вот так мы на поверхности ну давайте посмотрим примерно на ночное небо вот в таком изобилии на ночной стороне данной планеты мы смогли бы видеть грациозную огромную намного больше чем наша галактика млечный путь галактику андромеда посмотрите вон там где-то сердце вина но сквозь облака нам не видно давайте немножко ускорим время посмотрите на движение спутников на ночном небе здорово да правда а вот здесь вообще прям суперски смотрится как прям готов ты рукой дотянуться до как обычно я это говорю а вот это вот это наша галактика млечный путь там где-то далеко наш дом это по-моему я уже забыл пишите в комментариях это соседка маленькая галактика андромеды блин как же здорово смотрится невероятно вот это что это какой-то спутник по моему данной планеты это не звезда явно это не звезда вот это великолепие я хочу поднять голову выше но дня не получается вот так вот примерно тогда здорово здесь 1 когда согласен короче говоря ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал мы начинаем новое путешествие как я вам обещал друзья космос канала не уходит помните друзья что космос и вселенная бесконечная и мы только начинаем свое путешествие в нем всем новых открытий до новых встреч а